Год назад в целях экономии городского бюджета несколько учреждений дополнительного образования объединили в одно – Дворец детского творчества. Чиновники посчитали, реорганизация пойдёт всем на пользу. И только на станции юных натуралистов родители воспитанников забили тревогу. На бумаге одно было, обещали золотые горы, а на самом деле всё совсем по-другому. Год назад смогли отстоять это всё. Но вот уже эта история повторяется. Спустя год после объединения мамы и папы рассказали о первых результатах. Сокращают штат. Соответственно, соображения такие, что хотят закрыть и просто куда-то это здание, лакомый кусочек в центре города. Почему нет? Мы думаем так. Мы об этом не знаем ничего. Но только вот эти все действия, мы думаем, что так и будет. Что закроют просто. И нашим детям негде будет не посмотреть, как растут эти цветочки, не сами потяпать эти сорнячки, посмотреть, что это такое на территории вот при дворовой. Здесь очень хороший сад. Не посмотреть зимний сад, не посмотреть, где музей хлеба единственный у нас здесь. А где кто посмотрит на вот эти контактные зоопарки, только ходить детям. Или всё-таки здесь на месте, где дети научатся ухаживать за животными, посмотрят, что за животные, какие животные. За живой уголок переживают все – и взрослые, и дети. До реорганизации врач приходил на осмотр минимум два раза в неделю. Теперь педагоги должны сами определить недуг своих питомцев и в случае необходимости доставить их в доктору. При наличии в штате ветврача смерть животного было таким исключением, что оплакивалось чуть ли не всем коллективом. И за несколько лет умерла только одна морская свинка. А за последний год погибло, сейчас вот у меня даже есть статистика, 19 животных. На станции действуют музей хлеба, зимний сад и сад под открытым небом. Сотни редких растений-экспонатов, которые изучают маленькие биологи. Родители беспокоятся. Заботиться о растительности скоро будет попросту некому. Педагоги не успевают справляться физически. Раньше в уходе за флорой и фауной, помогал завхоз. Но месяц назад его попросили уволиться по собственному желанию. Все разговоры о том, что необходимо как-то сэкономить деньги. Ну, может быть, стоит на чём-то другом сэкономить. Может быть, стоит сэкономить на каких-то иных вещах, а не на наших детях. Поэтому нас это очень беспокоит, и мы намерены надбиться. Вместе с завхозом ушли и сторожа. Кого назначили следить за безопасностью? Педагогов. Во время учебного процесса они должны приглядывать за входной дверью и прилегающей территорией. Станция юных натуралистов за счёт своего расположения, за счёт своего помещения, площади – это перспектива для дальнейшего развития. То есть надо привлекать сюда педагогов новых. Не было за год ни одного случая, чтобы из Центра детского творчества, из ДТТ, из главного отделения сюда перевели какого-то работника, педагога. Не было того, чтобы какие-то предоставлены были материалы или какое-то оборудование. На всё ответ – нет денег, нет денег. Так о какой эффективности управления может идти речь? Сэкономили реорганизаторы и на здоровье детей. На станции никогда не было горячей воды. Выручал нагреватель. В начале этой зимы он сломался. Несмотря на жалобы сотрудников и родителей вышестоящему руководству, аппарат так и не починили. В статикноде вот такая жалоба на неё. Холодная вода, ледяная. Дети постоянно в холодной воде болтаются. Кисти, всё это они моют самостоятельно сами. Хотела бы подать на неё жалобу. Но мне уверили, что это всё образуется. То, что она мне пообещала, это всё будет. Но так как она сокращает нашего директора, наш директор пытался что-то сделать. И лучше её, наверное, сократить. Я так думаю. Правильно? Она неэффективный человек. Настоящим шоком для родителей стал уход непосредственного руководителя станции Натальи Смуровой. Приказ о её сокращении уже подписан. Если причина сокращения Натальи Фёдоровны в том, что нет финансирования, то мы, родители, пошли дальше, понимаем, что сложное финансовое положение. И мы выступали с такой инициативой, что ежемесячно собирать небольшую сумму в размере 100 рублей в качестве благотворительности пожертвований на зарплату Натальи Фёдоровны Смуровой. Потому что она единственный гарант дальнейшего существования станции юных натуралистов. Несмотря на всю сложившуюся и сложную ситуацию после реструктуризации, после сокращения ставок методистов, усилиями Натальи Фёдоровны было введено три новых направления. Это микробиология, мыловарение и филинология. К тому же огромный список проведённых ею мероприятий, городских конкурсов, встречи с родителями, опять-таки без наличия на месте талантливого руководителя это сделать невозможно. Пока готовился материал, жалобы разлетелись в Министерство образования Российской Федерации, в приёмную президента и на электронный адрес уполномоченного по правам ребёнка. Часть из них, как обычно, уже вернулись обратно в местные конторы. Чем закончится реорганизация для станций юных натуралистов, расскажем в ближайшее время.